Дмитрий Юткевич Вы еще не устали от меня? По-моему, это уже третья неделя. Нет, я в гости приезжаю, просто часто. Скоро мне скажут, что не надо путать туризм с иммиграцией, я понимаю. Зачистил. Да. Ну, традиция, вы же помните, это что-то хорошее, да? Ну, приезжать в гости. Мы же говорили, что в общем-то в традиции нет ничего плохого. Ну, еще традиция не стала, но, по-моему, уже близко, да? Я попробую опять-таки комментировать Тору. В этот раз задача сложнее, чем в прошлый раз. Я посмотрел комментарии Александра. Мы несколько разошлись во мнениях. В общем-то, ну, мы признаем право каждого думать, как он хочет. Кириллу было тоже легко комментировать. Он имеет свое мнение, да? И я попробую свое. Что я могу сказать? Кирилл абсолютно прав. Иногда, когда мы читаем писание, это готовый сценарий для кинофильма. Вот ты читаешь уже, ну, как бы можно снимать кино, и все будет, в общем-то, хороший, такой, я не знаю, очень драйвовый фильм. Столько событий, происшествий, можно столько спецэффектов сюда поместить. Все так, в общем-то, захватывающе. И эта история для меня, в общем-то, тоже была очень интересна. И я не знаю, как у вас, у меня были некоторые сложности. Ко мне приходят, иногда люди задают вопросы, и я тоже понимаю их. Все такое, он понимает, что хорошо. Я не всегда понимаю, а вот дети им легко, они всегда все понимают, всегда все знают и не смущаются этим. И мне иногда задают вопросы, на которые мне тяжеловато ответить. И читая эту историю, здесь иногда некоторые люди задают вопрос. Послушайте, а в чем проблема? Он просил у Бога разрешение пойти? Не просил? Нет, хорошо. Но Бог ему разрешил пойти? Ну, разрешил? Ну, разрешил. Главное, что разрешил? И когда он двинулся, что произошло? Гнев Божий воспылал на него. Люди приходят и говорят, послушайте, мы не понимаем. Что-то происходит. Бог, с одной стороны, разрешает, и когда человек делает, гнев его разгорается на этого человека. Как тут понять вообще всю эту историю? У вас нет такого вопроса? Лично у меня его не было до тех пор, пока не спросили. А когда спросили, у меня тоже появился. Ну, вроде как бы, понятно, персонаж, в общем-то, не положительный. Билан, не Балак, не Билан, они, в общем-то, ребята, неположительные. Понятно, что они плохие? Понятно, да? Или они хорошие? Плохие, мы уже знаем изначально, что ли они могут хорошего сделать? И поскольку они плохие, понятно, почему гнев Господень возгорелся. Они же плохие изначально. Что же тут непонятно? Но когда мы читаем Писание и задаем себе, ну, такие прямые вопросы, слушайте, а за что, собственно? Ну, кто из вас хороший? Непонятно, на что Аминь был. Это вопрос, это не утверждение. Если подходить с точки зрения, кто из нас святой, хороший и праведный, то понятно, что навряд ли кто-то скажет Аминь. То есть все мы найдем в себе какой-то изъян. Ну, тогда его гнев может спокойно разгореться и на нас. Ну, по-любому. Но Творец же не таков. И мы любим Творца за то, что есть ясные, понятные причины следственные связи. То есть есть его суды, они понятны, потому что есть его законы. Но здесь я не вижу, ну, как бы вот так вот впрямую, не очевидно, что человек поступает, в общем-то, потому, что ему разрешили, но в ответ разгорается что? Гнев. Причина следственной связи в данном случае с моей стороны, ну, я так понимаю, слегка нарушена. Вы не находите так? Нет? Вы счастливый человек. Создается такое впечатление, потому что, когда я понимаю, что, ну, я вопрошаю, можно ли мне это делать? Можно. Ну, только я тебя за это накажу. Да, это хорошее утверждение, но не обещали же наказывать. А здесь мы видим, что наказание могло быть достаточно серьезное. Спасибо, ослицы. Итак, попробуем немного почитать все-таки содержание главы, и, ну, я позволю себе давать по тексту некоторые комментарии. Я буду читать не синодальный перевод, так что вы меня измените, последите по синодальному переводу, я думаю, что смысл сильно не изменится. И увидел в Балак, сын Цепора, что все, что сделали Израиль, Эморея. И весьма боялся Маав народа сего, потому что тот был многочисленней, и надоела жизнь Мааву из-за сынов Израиля. И сказал Мааву старейшинам Медиянским, теперь объест народ этот все, что вокруг нас, как поедает бык зелен полевую. А Балак, сын Цепора, был царем Маавитским в то время. И послал он послов к Беламу, сына Беора, что в реке, в земле сынов народа его, чтобы позвать его, сказал, вот народ вышел из Египта, уже покрыл он лик земли и живет он против меня. Итак, пойди, прошу, прокляни мне народ этот, ибо он сильнее меня. Может мне удастся, и мы его поразим, и прогоню его из земли этой. Ведь я знаю, кого благословишь ты, тот благословит, а кого проклянешь ты, тот проклят. И мы видим, что Белам был достаточно интересным человеком. Помните, часть обетований, данных Аврааму, благословляющих тебя, а проклинающих тебя, прокляну. И многие, в общем-то, восхищаются этим обетованием, потому что это обетование, оно является щитом, как бы для потомков Авраама, Цхака, Якова. Щитом, защищающим их. Потому что те, кто будут благословлять этот народ, будут благословлены. Те, кто будут проклинать, у них у самих появятся проблемы. Их проклятие обернуться против их же. Но здесь мы встречаем человека, к которому обращается и говорит, послушай, у тебя есть некая такая власть. Кого ты благословишь, тот будет благословен, а кого ты проклянешь, как бы схема вообще совсем другая. Человек обладает невероятной властью. Всевышний не дал такой власти Аврааму. Он не сказал, слушайте, кого вы благословите, те будут благословлены. А кого вы проклянете, те будут прокляты. Он говорит, не-не-не, я вам не даю такой власти. Я даю вам защиту, кто будет благословлять вас, будет благословен. Не кого вы благословите, а кто будет благословлять вас. Немножко другой механизм. Но здесь мы видим парня, к которому обращаются и говорят, «Послушай, у тебя есть некая власть, достаточно серьезная, и люди знают о том, что, в общем-то, что-то очевидно происходило, когда он благословлял и когда он проклинал. И люди обращались к нему с подобными просьбами, судя по всему, и до этого, и их просьбы, если удовлетворялись, то, в общем-то, они оставались довольны результатом. Во всяком случае, откуда-то царь знает об этом человеке и посылает к нему людей, да? И пошли старейшины Моава и старейшины Медьяна с дарами за колдовство в руках их, и пришли к Беламу, и пересказали ему слова Балака, и сказал он им, «Переночуйте здесь эту ночь, и я дам вам ответ, как говорить будет мне Господь». И остались князья Моава у Белама. По-моему, этот парень ведет себя достаточно благоразумно. Он не берет на себя, в общем-то, прерогативу и не говорит, послушайте, да, точно, это в моей власти, это в моей воле. Нет, он говорит, нет, 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 я не могу этого сделать самостоятельно. Все правильно? Ну, пока, с моей точки зрения, все правильно. Человек не восхищает себе эту пальму первенством, как можно было бы подумать, да? К нему отправляется послание, говорит, кого ты благословишь, кого ты проклянешь? Он говорит, да, это точно я. Он говорит, нет, 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 нет у меня такой власти. Если мне Бог скажет, то лично я, в принципе, не против. Он же не против был сделать. Он не заступается за Израиль, как за народ, он не говорит, да не, они мне симпатичны. Он говорит, не, ребята, в принципе, вам надо остановиться, подождать ответа. И как он скажет, так я вообще, ну, я не возражаю. Мне наступать, бежать, отступать, бежать, ну, какая разница. Надо благословить, благослови, надо проклянуть, проклянем. И из текста вообще не очевидно, что он решал спрашивать. По тексту видно, что Бог приходит к нему ночью и говорит, а что это за люди у тебя? Ну, как бы, читая, понятно, что если бы он спрашивал, то Бог бы каким-то образом отвечал на те вопросы, которые тот задавал. Ну, должен был, как бы, стоять на коленях, молиться, спрашивать, благословлять, проклинать. Ну, там вообще выбора благословлять не было, там был один вопрос. Можно я их прокляну? Ну, и Бог бы сказал, можно или нельзя. Нельзя. А тут, ну, как бы, Бог обращается и говорит, слушай, хотел просто спросить у тебя, а кто это? И когда Бог спрашивает, такое впечатление создается иногда, что он не в курсах. Ну, как-то, послушайте, люди так думают. И это же не единственный пример в Писании. Бог обращается к Каину и спрашивает, я просто хотел узнать, может быть, ты знаешь, случайно, а где Авель? Я говорю, да я вообще не в курсе. Я говорю, что я сторожа еще? Ты меня что, сторожем брату поставил? Ну, иди сам ищи. Создаётся такое впечатление, что когда Бог спрашивает, слушай, я хотел просто узнать, а кто это пришёл? Что не знает, кто пришёл? Или его вопрос носит совсем другой смысл? Когда Бог спрашивает нас о чём-то, Он просит нас посмотреть. Его не интересует, кто пришёл. Его интересует, чтобы мы заглянули в своё сердце. Когда Он спрашивал у Каина, слушай, я хотел тебя узнать, а где твой брат? Его интересовало ответы, где брат? Или его интересовало, чтобы Каин задумался над тем, что он сделал? Когда Всевышний обращается к Беламу и спрашивает, слушай, я хотел узнать, кто там пришёл? Он даже не спрашивает, зачем они пришли. Он говорит, просто что это за люди? Ну, как вообще? Нормальные ребята, они, как вообще? Тот говорит, ну, я тебе сразу всё расскажу. И сказал Белам, Балак, сын Цепора, царь Мавицкий, прислал ко мне сказать, вот народ, вышедший из Египта, если ты не в курсе, кто там вышел из Египта. Кстати, это не ты его случайно вывел. Покрыл лиг земли. Ну, с твоей подачи они тут вообще всё завоевали. Пойди же, теперь проклини его мне. Может быть, смогу сразиться с ним и выгнать его. И сказал Бог Беламу, не иди с ними, не проклиная народа того, потому что он благословен. Здесь, в общем-то, Белам поступает мудро. Он вообще не спрашивает ничего. Он пересказывает буквально то, что тебе ему сказали. И он не спрашивает, слушай, они тут пришли меня спросить, пойду ли я с ними. Я им не сказал, что я пойду. Я решил прийти к тебе спросить вообще, мне идти или нет. Ну, он же с этим пошёл ночевать. А так его ночью спрашивают, а кто это? Да, тут мужики пришли, я не знаю. Хотят чего-то. Меня это вообще не интересует. Бог здесь отвечает на вопрос, который, в общем-то, и не звучал. И причём, давая ответ, он даёт обоснование, которого даже не спрашивали. Он говорит, не надо их проклинать, потому что я их благословил. Он говорит, не проклинай, не иди, потому что этот народ благословен. И есть один принцип, который мы видим уже к тому времени, открыт для нас. Помните сыновей Ноаха? И один из них поступил не очень хорошо. Ноах проклял его? Нет, он проклял его детей. Он проклинает не своего сына, а своих внуков. Почему? Потому что сын наследовал благословение. И есть принцип, если вы получили благословение от него, то он уже вас не может проклинать. Потому что он дал это благословение. Ну, кстати, не пользуйтесь этим как щитом, потому что есть тот, кто может ответить за это, и это не будет радостью для вас. Потому что если проклятие коснутся ваших детей, я думаю, вам это не понравится. Понятно, о чем идет речь, да? Бог здесь говорит, послушай, ты не можешь их проклинать, потому что я их благословил. В общем-то, на этом можно поставить точку. Нормальный человек, понимающий духовные принципы. А я думаю, что Билам понимал их. Потому что мы видим, что он общался с Богом. В общем-то, его не сильно удивляло то, что Бог общается с ним. Знаете, некоторые люди говорят, когда вы общаетесь с Богом, это нормально, а когда Он общается с вами, это уже диагноз. Понятно, да? Не все из нас, по-моему, так явно и просто слышат голос Божий. Не все, да? То есть, для нас Он иногда говорит в обстоятельствах, да, через других людей, каким-то таким образом. Но здесь Бог явно разговаривал с человеком. И это не вызывало у него удивления. В общем-то, когда первый раз это происходит, вы помните историю с одним мальчиком, да? Когда Бог к нему начал говорить, и ему нужно было некоторое наставление, говорит, слушай, не бей ой ко мне, больше не буди меня. Да. Он говорит, ты и спроси, чего он хочет. И скажи, что он рад, ну и слушай. То вот здесь картина была, в общем-то, абсолютно нормальная. Он разговаривал, и его это не смущало. Итак, ему были даны все объяснения, и он утром встает, и говорит, и встал Белам поутру и сказал князям Балака, и идите в землю вашу, и идите. Ибо не хотел Господь позволить мне идти с вами. С моей точки зрения, тут начинается самое интересное. Во всяком случае, он умел сказать это таким образом, что те подумали, что ему мало дали. Ну, дальше по тексту, когда мы читаем, он выходит к ним и говорит, так, идите. Вот, вот, лично я не против, но он не хочет. Он объясняет то, что Бог ему сказал? Нет. Он не приходит и говорит, так, извините, ребята, кина вообще не может быть по принципу, потому что он сказал, что он уже их благословил, поэтому поздно. Петь боржоми, да, ага. Что-то с почками уже случилось. Уже ничего не будет. Но он выходит и говорит, послушайте, лично я не против, но вот он не хочет. Лично я не против, но вот тот наверху не хочет. Наверное, вы ему мало дали. А мы так устроены. Послушайте. Если мы чего-то хотим очень сильно, мы начинаем поститься. Не получая просимого, мы понимаем, наверное, мы что, мало постились. И начинаем подвязаться. Еще, кстати, неплохой есть метод пожертвовать что-нибудь. Пожертвовали. Понимаем. Так. Наверное, что-то не доделал. Не допостился, не докаялся и не дожертвовал. Значит, надо что сделать? Послушайте, ну, это же не только с теми ребятами, которые приходили тогда. В общем-то, нечто меняется, конечно, с течением времени, но я вас могу расстроить, нет ничего нового под солнцем. Мы иногда ходим этими же путями. То есть, очевидно, что он им, правда, не сказал все до конца. Он не сказал, слушайте, ну, вообще ничего не произойдет. Он им сказал таким образом, что те пошли, и встали князья Мава, и пошли к Балаку, и сказали, не согласился Белам пойти с нами. То есть, он не согласился. Значит, кого надо уговорить? Его. Здесь, как вы видите, Бога во всей этой истории вообще нет. Они пришли и говорят, слушайте, он не захотел. Значит, кого надо уговорить? И опять послал Балак князей более знаменитей тех, которые ходили. И пришли они к Беламу и сказали ему. Так сказал Балак сын Цепора. Не откажись прийти ко мне, ибо я окажу тебе великую почесть, и все, что скажешь мне, сделаю. Слушай, ну, давай договоримся по-нормальному. Все, что надо, я сделаю. Что ты не попросишь, я тебе дам. И с почестями проблем тоже не будет. Пойди, прошу, проклини мне народ этот. И отвечал Белам и сказал рабам Балака. Хотя бы ты давал мне, Балак, полный свой дом серебра и золота. Для начала разговора будет неплохо определить такой размер вознаграждения. Начнем с того, что полный дом серебра и золота – это старт. Это раз. не смогу приступить к повелению Господа Бога, чтобы сделать мне что-то малое или великое. Ну, вроде опять все как бы почти правильно, да? Ну, и вот поэтому вы останетесь здесь еще, я узнаю. Может, что-то другое скажет мне Господь? Ну, за полный дом серебра и золота, может быть, он мне что-нибудь другое скажет? Разве Всевышний не сказал ему в первый раз, что «я их» что? Ну, они благословенные. Ну, ребята, с этим же ничего сделать не надо. Поэтому вы никуда не уходите. Подождите, может, он что-то другое скажет. Что движет этим человеком? Деньги. Ну, маленький домик с серебром и золотом. Поэтому вы не уходите. Я еще раз спрошу, может, он изменил свое мнение. Ну, и понятно, что он пошел спать. Потому что здесь видно, что Бог опять приходит к нему и сказал ему. Если звать тебя пришли люди эти, встань, пойди с ними. Но только то, что я говорить буду, я тебе, то сделаешь. И вот тут начинается самое непонятное. Вроде же, встал Билам поутру и ослезал Аслисусу и пошел с кандидами маевицкими. Вроде он сделал все, что ему сказали. И дальше мы будем читать эту историю. И у меня, в общем-то, тот вопрос, который меня мучил сначала. Зачто? Зачто? Бог хотел его умертвить. И здесь, в общем-то, мы должны обратиться к части, которую люди сбрасывают со счетов. Что Всевышний знает, что произойдет в будущем и знает мотивы наших сердец. И он судит намерение и помышление сердца. Когда мы говорим о людях и о суде, то понятно, что осуждаться могут только дела. Ясно, о чем идет речь? Когда мы говорим о человеческом суде, то судиться могут только наши дела. Нас нельзя судить за наши мысли и поступки. Это понятно? Люди не могут судить нас за наши мысли и намерения. За поступки могут. Но Творец может судить нас за наши мысли и намерения. А не только за поступки. И это очень важный момент. Одна из десяти заповедей, данных в Декологии, она, в общем-то, с моей точки зрения, сверхъестественная. Ее не мог выдумать человек. Знаете, какая заповедь? Не вожелай. Не вожелай. Потому что, ну, человек должен быть в курсе, что естественно для человека желать. Ну, это нормально. Кто из вас ничего не хочет? Нет, все что-то хотят, да? То есть все вы чего-то желаете. Кстати, вы случайно не приступаете к эту заповедь? Главное, чтобы ваши желания не приступали к эту заповедь. Потому что там из всего списка желаемого есть исключение. Чего ты желать не можешь. И никто не может оценить моих желаний, которые внутри меня, из людей. Но Всевышний, оказывается, может судить меня за мои желания. И поэтому Маше, принеся эти заповеди, не мог их придумать. Они пришли только с неба. Потому что тот, кто может судить мои помышления, дал этой заповеди. Потому что человек не может судить мои помышления. И когда мы читаем эту историю дальше, то очевидно, что Всевышний знал намерение этого парня. И в послании к Иуде, в первой главе, в 11 стихе написано, «Горе им, потому что идут путем Каину, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибает, как Корей». Здесь идут перечень, здесь идет перечень некоторых персонажей. Кстати, один из них мы недавно разбирали. Поступки Кореи. И в этом перечне попадается нам и Белам. И здесь осуждается его желание мзды. получить нечто за свое служение. И это то, что было в корне его служения. Получить деньги за то, что он совершал определенную духовную работу. Чуть позднее был еще один парень. Он уже описан в Новом Завете. Звали его Симон Булк. И он понял, что, оказывается, у апостола есть некая сила, власть, которая передается через возложение рук. И он приходит и говорит, «Слушайте, я хотел вам тут немного денег дать, чтобы вы мне дали эту власть». И благодаря этому парню появляется в церкви такой термин, как Симония. Встречали вы? Нет. Не встречали? Ну, тот, кто не встречал счастливый человек. К сожалению, я думаю, что все встречались с самим явлением Симонии. Это торговля помазанием. Это торговля помазанием. Послушайте, на сегодняшний день, к сожалению, мы это видим часто и густо. Писание нам говорит, даром получили, даром отдавайте. Это не то, что принадлежит вам, это то, что вам дали для того, чтобы вы этим делились с другими. И это не то, за что вы можете брать деньги. это не то, за что вы можете брать деньги. И когда появляются люди, которые говорят, послушайте, вы хотите моего помазания? Ну, надо пожертвовать в мое служение. Когда люди устраивают аукционы, продая свои вещи, через которых якобы действует помазание. Послушайте, и люди это, извините, покупают. Вы не слышали о таких аукционах? Слышали, слышали. Понимаем, о ком мы говорим, да? Мы не осуждаем человека, но мы осуждаем его поступки. Послушайте, на этом кто-то получал деньги, а этого нельзя. Этого просто нельзя делать, потому что мы торгуем помазанием. Это не то, что принадлежит нам, за что нам разрешено брать деньги. И здесь Белама осуждает за то же, за то, что он хотел получить мзду. Вот, что было плохого, что он пошел по этому пути и, судя по всему, делал это регулярно. К нему приходили, ему давали, и он говорил, послушайте, ну, даже вот за полный дом не пойду. Хотя, потом что делал? Шел. И намерение его было получить такие, эти деньги. Хотя, я вам скажу, он был грамотный аферист. Он снимал с себя всяческую ответственность. Я говорю, слушайте, что для меня, я готов, но вот он не очень хочет. и поэтому я, в общем-то, что? Пойду. Но вы сами виноваты, все, что из этого получится. Это не ко мне, это к нему. Я делаю только то, что сказал. Вы потеряли мысль или как? Он говорит очень простые вещи. Я готов взять деньги, но делать буду то, что он скажет. Деньги за что он берет? За то, что проклянет. А проклянет или нет, это еще не факт. Но деньги он уже готов брать. И если претензии, то это не к нему, а сами понимаете к кому. Вот к нему можете предъявлять претензии. Ну и так. И встал Абилам поутру и осветал с лицу свою и пошел с князьями маовицкими. И воспал гнев Божий за то, что он пошел и стал ангел Господень на дороге в помеху ему. И так, я думаю, что гнев Божий воспал не за действие, а за то, для чего он пошел. Разницу чувствуете? когда мы понимаем, что Бог разрешил и он пошел, то вроде вот и тут и нарушена причинно-следственная связь. Но Бог осуждает его за то, с каким мотивом он пошел. Он пошел, судя по всему, таки проклинать за деньги. Вопрос не в том, что он пошел, а вопрос, зачем он пошел. И очевидно, что из текста неявно намерение в тот, во всяком случае, момент, о мотивах, с которыми он шел. Но, в общем-то, в Новом Завете написано о мотиве, что он возлюбил мзду. И вот за этот мотив воспал гнев. Итак, и стал ангел Господень на дороге в помеху ему, и он ехал на ослице своей, и два утра его с ним, и увидел ослице ангела, причем больше никто, кроме ослицы, не видел уже. Все остальные были заняты другими вещами, они ожидали денег. А вот ослица как-то увидела с обнаженным мечом в руке его и своротила ослица с дороги и пошла на поле. Но ослица понимала, что, может, не надо. И Белам столбил ослицу, чтобы поворотить ее на дорогу. И стал ангел на тропинке между виноградниками. И ограда с одной стороны, и ограда с другой стороны. И ослица увидела ангела и прижалась к стене, и прижала ногу Белама к стене. И он опять столбить ее. А ангел пошел дальше и стал в узком месте, где не было пути, чтобы свернуть вправо или влево. Едва увиделась лица ангела Господня, легла она под Беламом. Я говорю, все, никуда больше не пойду. И восплывал гнев Белама и бил на слицу палкой и отверз Господь уста ослица и сказала на Беламу, что сделала я тебе, что ты три раза бьешь меня? И вот мне нравится Белам, он начинает разговаривать с животным. Ну, я знаю, вы тоже иногда с домашними животными разговариваете. Да? Ну, тут ситуация, понимаете, в чем они первые начали. Тут вы с ними разговариваете, ну, причем, я надеюсь, вы же не ожидаете, что они вам ответят. А тут, в общем-то, она заговорила и он с ней в ответ. Ну, как-то странная, конечно, история. И от слицы спрашиваю, за что? Она говорит, за то, что ты издеваешься надо мною. То есть, он мне объясняет. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь убил бы тебя. Знаю, в следующий раз, если что не так. И сказала слица Белам, не твоя ли я слица, кстати, на которой ты ездил издавна до сегодняшнего дня? Имела ли я обыкновение так поступать с тобой? Он мне говорит, точно не имела. Ну, такой разговор у них. Кирилл правильно говорил, можно кино снимать. Человек разговаривает с животными. Ну, у нас сейчас уже много фильмов сняли, где животные разговаривают. А тогда же представьте, вот откуда черпают вдохновение некоторое кинематографисты. И говорят, нет, не имела такого. И тогда открыл Господь глаза Белам и увидел Ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке его. И он преклонился и пал на лицо свое, ну, рядом со слицей. Она уже лежала и он там же рядышком. И сказал ему Ангел, за что ты бил с лицей твою уже третий раз? Он говорит, я же только что отвечал с лицей, ты что, не слышал? Ведь это я вышел помеха, так как не по мне этот путь. Предупрежай, мне не очень нравится, куда ты идешь. И увидела меня с лицей, свернула она от меня, вот уже три раза. Если бы не слиться, скажи спасибо. Я убил бы тебя, а ее оставил бы, кстати говоря, живую. Так что с лицей зря ты переживала, могла идти спокойно. Палкой бы тебя не били, кстати, а его бы зарезали. И сказал Милан, Ангел Господний, согрешил я. Я вообще был не в курсе, что это ты против меня стоишь. на дороге. Теперь, если это не угодно тебе в глазах твоих, то я, собственно, готов вернуться. Что в голове у человека? А с лицей надо сказать спасибо, спасла. Кстати, она своей жизнью не рисковала, как выяснилось. Может, с лицей просто этого не знала. Если бы знала, может быть, и пошла бы прямо. Ангел говорит, мне неприятно вообще дорога, куда ты отправился, поэтому я вышел, собственно говоря, тебя немного остановить. Ну так, совсем, навсегда на этом пути. но ангел ему это говорит. После всего он спрашивает, есть ли тебе неприятно? Какое если? Уже все сказано. Это если ты так хочешь идти, то ты вообще страх потерял до конца. Любой бы нормальный развернулся и жёл, убежал бы в обратную сторону. Спасибо, сказал бы ослица. Здесь ангел говорит, послушай, я вышел тебя умертвить на этом пути, а он его спрашивает, что, действительно, правда, реально? Тебе неприятно? Говорит, ну если тебе неприятно, то я готов повернуть. А ежели что, могу продолжить. Это ж какое упорство было у этого парня, что попав даже в такую ситуацию, так деньги нужны были. Что он и здесь себе оставляет шанс продолжить путь. И сказал ангел Господь Беламу, ну ладно, пойди с этими людьми, но лишь то, что я говорить буду тебе, ты говори, но хоть это ты понял, что можно умереть. И пошел Белам с князьями Белака, и услышал Белак, что пришел Белам, вышел ему навстречу в Ирма, который на границе Арнона, что у самого края границы, и сказал Белак Беламу, не послал я к тебе звать тебя, и здесь неприятности. Какая-то неудачная поездка, я бы сказал, неудачное путешествие, и этот выходит с претензиями. Тут чуть не зарезали, этот приходит и спрашивает, я тебе что, не посылал? Отчего ж ты не шел ко мне? А что я, собственно говоря, сейчас сделал? В общем-то, доволен ли царь? Вообще не очень. Он говорит, что я по два раза должен тебе посылать? Ты что, с первого раза не понял? Что, неужели я не смогу почтить тебя, как надо дать нормальный денег? Что, с первого раза было непонятно? Второй раз надо было посылать более знатных и обещать? Ладно. И сказал Билан Балаку, вот пришел я к тебе, а теперь могу ли я что-нибудь говорить? То, что вложит в уста мои, то и буду говорить. Говорит, я, собственно говоря, пришел, но предупреждаю, говорить буду только то, что он мне разрешит. И сам понимаешь, деньги возьму, а ответственность на ком? Ладно. Вы когда почитаете, там интересно, потому что история имеет продолжительность оказывается во днях. И вот сейчас наступает четвертый день уже этой истории. и пошел Билан с Балаком и пришли они в Кириад Хуцот и зарезал Балак быков и овец и послал к Билану и кизям, которые были с ним. И было утро, взял Балак Билана и возвел его на высоты Бааловы и увидел Билан оттуда край стана народа. и сказал Билан Балаку, так, построим мне здесь семь жертвенников и приготовил мне здесь семь быков и семь овнов. И сделал Балак, говорил Билан и возвес Балак с Биланом по быку и по овну на каждом жертвеннике. и сказал Билан Балаку, постой, у всесожжения своего я пойду, может быть, явится мне Господь навстречу, может быть, и не явится, что будет намного лучше, потому что в прошлый раз было совсем печально, чуть не убили. И что он скажет? Мне, я объявлю тебе никакой ответственности за все, что я наговорю, я не несу. И пошел он на возвышенное место и встретился Бог. Билан и сказал он ему, всем жертвенников я воздвиг и вознес по быку и по овну на жертвенники. Разговор очень интересный. Он говорит, оставил этого с его жертвоприношениями, пошел туда и говорит, я, кстати, это все сделал. Как будто бы Бог был не в курсе того, что там произошло. Они встретились, он ему сообщает, что там произошло. Говорит, кстати, вот там вот все уже приготовлено. И вложил Господь в Сова в уста Белама и сказал, возвратись к Балаку и так говори. И возвратился он к нему, и вот стоит он у всесожжения своего, он и все князья Моавицкие. И произнес он притчу и сказал, из Арама приводит меня Балак, царь Маава, с гор восточных. Пойди, прокляни мне Якова, пойди из реки Злона Израиль. Как я прокляну? Не проклинает его Бог, как я из реки Зло, не изрекает зла Господь. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ отдельно живет и между народами не числится. Кто исчислит прах Якова? Кто сочтет путь Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя как его. Ну вообще, хорошо, да? Аллилуйя. Наконец, вроде, что-то начал понимать. И сказал Балак Беламу, так, что ты сделал? Вот тут что-то наговорил. Про князь врагов моих взял я тебя. А ты вот благословляешь. И отвечал и сказал ведь то, что благодат Господь в уста мои должен я в точности говорить. Вообще, претензии все не ко мне. Послушайте, но в первый же раз Бог сказал ему, что он благословил этот народ. И этот парень приходит и говорит послушай, на самом деле кого он благословил, то его проклинать? Что? Нельзя. Говорит, как я могу проклинать того Бог? Тогда сказал ему Балак, прошу, пойди со мной на другое место, с которого ты увидишь его, но только часть его увидишь, а всего его не увидишь. И проклини мне его оттуда, ну кусочек. Всех уже не надо, только можно маленький кусочек. И взял на него на поле Цефим, на вершину писки и построил семь жертвенников и вознес по быку и овну на жертвенники. И сказал он Балаку, постой здесь у всесожжения твоего, а я встречусь тут. И встретился Господь Беламу и вложил слова в уста его и сказал, возвратись к Балаку и так говори. И пришел он к нему и вот он стоит у всесожжения своего и князья Мавицкий с ним и сказал, вот что говорит мне Господь. И произнес он, а извините, я по-моему по кругу пошел. И сказал Белак Баламу, прошу тебя, иди возьми на другое место, может быть оно окажется угодным в глазах Бога и проклянешь его мне и оттуда. И взял Белак Балама на вершину Паора и оттуда видна пустыня. И сказал Белаку, постой здесь мне семь жертвенников и приготовь мне тут семь быков и семь овнов. И сделал Балак и сказал Белам и вознес по быку и овну на жертвенники. И увидел Белам что угодно в очах Господних благословить Израиля и пошел как прежде для воухования а обратил лицо свое к пустыне и поднял Белам глаза свои и увидел Израиля расположившегося по коленам и своим и снизошел на него Дух Божий и произнес он притча свою и сказал вот речение Белама сына Баора и речение мужа прозорливого оком речение слышавшего речи Божией который видит видение всемогущего падает с очами открытыми и дальше идет знаменитое пророчество и здесь мы видим человека который как мне кажется до конца по прежнему не понимает воли Творца до конца он не понимает что Бог благословил Израиля и здесь он пророчествует но здесь любопытное выражение падает с открытыми глазами то есть он таки понял свое личное состояние и дальше он говорит как хороши твои шатры Яков жилища твои Израиля как ручьи растекаются они как сады при реке которых насадил Господь как кетри при водах переполняется ведра его водой и семья его в обильных водах превзойдет царь его и превзойдет царь его и Агага и возвысит царство его Бог вывел его из Египта мощь дикого быка у него поживет он народы врагов своих и кости их раздробит и стрелами своими пронзит и преклонился он прилег как лев как львица кто поднимет его всякий благословляющий тебя благословен и всякий проклинающий тебя проклят и возгорелся гнев Балака на Белама и всплеснул он руками своими и сказал Балак Беламу проклясть врагов моих призвал я тебя а ты благословляешь благословляешь вот уже три раза И теперь беги во своя сеть. Думал я весьма почтить тебя, но вот Господь лишил тебя чести. И сказал Балак Баламу, ведь и послам твоим, которые ты прислал ко мне, сказал я, говоря, если ты давал мне Балак дом свой, полный серебра и золота, не смогу приступить я по велению Господне. Сделать что-либо доброе или худое от моего сердца, что говорил мне Господь, то я буду говорить. И теперь я пойду к народу моему, пойдем, я поведаю тебе, что сделает народ, это твоему народу в будущем. И в общем-то он опять, что делает? Пророчествует. И пророчествует правильно. И в этой истории мы можем увидеть на самом деле упорство человека. Насколько мы иногда хотим своего. И неизвестно в общем-то, каким образом Балам стал пророком. Ведь он не был частью народа Израиля. Он не был. Но это удивительная личность, которая стоит, ну, так же отдельно от народа Божьего, как стоял Иов. Он не был частью Израиля. Правда? Точно так же, как Милхиседек. Точно так же Балам каким-то странным образом обращается к Богу и Бог ему отвечает. И наряду с этим этот человек, ну, в общем-то, считается колдуном. Странная личность. И он приводится нам в пример в Новом Завете, как отрицательный пример упорства человека, готового сделать все, что угодно ради мазды, ради собственной наживы. И вы знаете, я не думаю, конечно, что здесь присутствующие подобные Баламы. Но в какой-то части мы иногда упорствуем, желая достигнуть своего. Зная волю Божью, зная Его повеление, мы пытаемся приложить какие-то усилия, сделать таким образом, чтобы все-таки Бог изменил свое решение. И я не думаю, что случайно эта история помещена в Библию. И эта история, в общем-то, обращена прежде всего к нам, как это ни странно, верующим Нового Завета, чтобы оставить для нас пример того, как мы не должны упорствовать, настаивать на своем. Но, к сожалению, мы это иногда делаем. И ничего хорошего, в общем-то, для Билама это не принесло. Бог совершил свое намерение. Он благословил, как, в общем-то, изначально Он сделал Израиля. И то, что произошло в этой истории, в общем-то, принесло еще и еще раз благословение Израилю. И потому что его план относительно Израиля, он не изменен, и, как вы знаете, до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня благословящие Израиля будут благословлены, и проклинающие будут прокляты. И то пророчество, которое он изрек тогда на тех холмах, оно продолжает действовать до сегодняшнего дня, благословляя Израиля. И нам важно в этом увидеть часть неизменности Божьей любви к Израилю, и, в общем-то, не становиться на путь упорства и искания своего и достижения своего любыми путями. Аминь. Ну, вот такой мой комментарий на Тору сегодня. Конечно, пусть Бог благословит нас быть не только слушателями, но и делателями. Аминь, друзья, аминь. Всегда важно помнить, я говорю это достаточно часто, что дар – это то, что пришло к нам извне. Мы не работали над этим, этим нас благословили. Просто кто-то дал нам, да? И другое дело – характер, который мы с вами взращиваем. Бог, обращая свое внимание на сердце человека, Он не обращает внимания на дар. Он обращает на само сердце. И для Него важно, как мы выглядим изнутри. Написано о том, что Он – сердцеведец. Это такая, знаете, как бы способность. Он тот, кто знает, ведает, что в нашем сердце. Он взвешивает наши сердца, намерения человеческие. И Он понимает, что во многих, во многих, во многих моментах вот эта искра Валаама, она есть. Вот этот предатель внутри нас живет. И иногда это просто вопрос цены. Для Валаама это был полный дом серебра и золота и так далее. Я не думаю, что Он был бедным человеком. Вы тоже это помните, друзья. Он, я думаю, что было все в порядке в его жизни. Если царь знал о нем, призывал, то есть Он не голодал. Но всегда будет какая-то такая, знаете, заманчивая цена, за которую неплохо было бы продаться. Всегда сатана, враг, душ, сердце, сердец человеческих, он будет приходить и предлагать. И вы знаете, меня очень сильно ободряет то, что у нас есть Господь, который милостив. А вслиться, она не просто, знаете ли, молчала, как в мультике и вдруг заговорила. Бог дал благодать ей заговорить. Мы не читаем, чтобы потом ослицы разговаривали. Я думаю, что он, возможно, она занимала в его сарае там отдельное какое-то почетное место. Но навряд ли она больше с ним разговаривала. Это было особое время. И как с малым ребенком Бог общался с ним. Он посылает ангела и тут же открывает рот ослице. Понимаете, да? И Бог дает в наше сердце, в нашей жизни иногда вот таких вот ослиц. Они проговаривают нам и говорят, послушай, человек, остановись, что ты творишь? Вообще, что ты вытворяешь? Остановись. Ты вот так, вот так и вот так. И я просто взываю вас, не противьтесь. Не будьте упертыми, когда Господь вас останавливает. Не ожидайте, чтобы начинали происходить какие-то ужасы в вашей жизни. Не ожидайте, чтобы этот меч, этого ангела, он прикасался к вам. Не торгуйтесь с Богом, когда вы понимаете, что вы идете вообще не туда. Я думаю, что тоже, в принципе, Валааму хватило ума все же сделать то, что Господь ему сказал. Представьте, если бы он противился до конца, если бы он вышел, увидел шатры и проклял. Я думаю, что это было бы очень печально. Какова его судьба, мы не знаем. Он уходит из Писания, он уходит, эта история уходит. Но, друзья, люди остались теми же. Природа людей, она осталась той же. И благодаря Божьей милости наша внутренняя природа, она меняется. Написано, что Он дал нам возможность называться и быть Его детьми. Но мы должны отслеживать, стараться отслеживать внутри себя вот этот горький корень, эту отраву, которая способна, увы, способна отравить не только нас, но и других людей. Будьте теми, кто благословляет. Благословляет Израиль, благословляет друг друга, благословляет Господа. Амин. Амин. Давайте мы встанем на ноги. Спасибо, Боже, что Ты настолько сильно нас любишь, что даже когда мы идем на какое-то глупое, обреченное дело, Боже, Ты посылаешь нам ослиц, посылаешь ангелов, посылаешь нам обстоятельства, даешь нам сны, говоришь, но Ты останавливаешь нас. Ты не просто Отец, который смотрит на происходящее и ждет, когда мы пройдем какую-то черту, чтобы послать наказание для нашей жизни. Ты Отец, который останавливает перед тем, как мы вытворим что-то. Ты Отец любящий и милующий. В этом милость, Господь. Помоги нам не быть такими упертыми детьми, не быть такими вот, Боже, теми, кто... Ну вот я хочу, а вот я вот все равно вот это вот сделаю, потому что сильно хочу. А вот то, и то, Боже, помоги нам не капризничать перед Тобою. Боже, но помоги нам смотреть на этот мир, на Тебя, на обстоятельства, на себя, как взрослые люди, Господь, как те, кто, Боже, знают Тебя. Отец, все дары, которые есть в нашей жизни, они пришли от Тебя. Ты единственный, являясь причиной нашего успеха, любого успеха. Господь, все, что мы имеем, оно пришло как благословение от Тебя, Боже. Даже если бы мы всегда считали, что, ну, так вот, мне повезло, я умный или способный, Боже, все это благословение. Спасибо Тебе за милости Твои. Поистину Твое лицо, оно обращено на нас. Поистину Твое лицо, Господь, оно благословляет нас. Ты благословляешь нас. Ты благорасположен к нам. Ты, милующий Господь. Спасибо Тебе за благодать Твою. Спасибо Тебе за милость Твою. И за Твое благословение. Благослови народ Твой Израиля. Благослови общину. Благослови нашего Рэба Господь. В том месте, где Он находится, также Твоим отцовским благословением. Боже, благодати, сил и милости. Да будет благословено Твое имя. Да будет благословен народ Израиля. Мы благословляем Израиль. Мы благословляем Израиль, Боже. Благословенны шатры Твои. Благословен Ты. Народ, который не числится среди народов. Народ, которого Господь есть Бог. Спасибо Тебе, Боже, за Твою милость, за Твою опору и за Твою благодать. Боже, благословим Ишуа Машеха во имя Ишуа Мессия. Да благословит вас Господь и согранит. Да обратит Господь лицо свое на вас. Да дарует Господь мир вам и вашим семьям. Да будет Он вашей опорой. Да даст Он крепость руке вашей. Да благословит Он труд ваш, да благословит Он семьи ваши, детей ваших, да будете вы благословены перед Ним во все дни вашей жизни. С миром Божьим, друзья! Идите с миром Божьим в сердце, и будьте теми, кто отражает Его характер. Будьте теми, кто благословляет во имя Ишио Мессии. Амин. Наше служение приходит к концу, но вы продолжайте служить перед Богом, и вы будете благословены всегда. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok